Первый вариант из вайнера и из глины, второй вариант из глины, мы собственно ручно сделали вот эти прожилки, вот эту фактуру, и третий вариант из фоамирана. Дальнейшая обработка этих деталей проходит одинаково, понадобится акриловый лак на водной основе, покрываю деталь, покрываю ее обильно, но чтобы не было вот таких сгустков. И слегка припудриваем флок пудрой. Как видите, фактура здесь была не очень ярко выраженная, поэтому в принципе флок скрыл эту фактуру, и ее не очень заметно. Поэтому, если будете присыпать флок пудрой, делайте тонкий слой. Дальше покрываю акриловым лаком деталь из глины, но ту, которую мы прорезали ножницами. Вот эта деталь даже намного интереснее выглядит. Вставляю на просушку, и третья деталь. Это из фоамирана. Обильно везде так же промазываю лаком, и покрываю флок пудрой. Каждая из этих деталей имеет место быть, поэтому выбирайте вариант, который вам интереснее, который вам подходит больше. Сейчас покажу все три детальки поближе. Если рассматривать тычинки анемона, то они бывают разные. Есть светло-желтые, есть черные. Тут вижу, даже есть темно-синие. У некоторых цветков присутствует такое, как белый ореол. Вот, допустим, как в этом цветочке. Если его приблизить, видите, внутри есть такая каемочка, то есть тычинки белые. И дальше снова идут черные тычинки. Но это не у всех, я не знаю, от чего это зависит. То ли это особенности сорта, то ли это степень раскрываемости цветка или созревания цветка. Возможно, когда цветок еще не совсем созревший, тогда у него еще вот эта каемочка ярко выраженная. Но не у всех, как я вижу, это есть. Поэтому я сегодня хочу показать и один, и второй вариант. Я покупаю тычиночки, и в данном случае это упрощает задачу. Но не всегда так происходит. Если тычинок нет, я их делаю сама. И как я делаю тычинки, вы можете посмотреть на моем YouTube-канале в видео-мастер-классе «Фиалка из фоамирана». Там я показываю именно вот такой интересный способ создания. И, кстати, именно та форма подходит также нам для анемона. Чтобы упростить свою задачу, я купила тычинки. Покажу сейчас, какие они вообще бывают и какие понадобятся нам. Есть вот такие крупные черные тычинки. Их мы пока отставим, потому что это достаточно крупный вариант. И если вы делаете огромный крупный цветок, возможно, в том варианте они и подойдут. Средний вот такой вариант и мелкие тычинки. В моем случае я буду использовать и этот, и в основном вот этот вариант. Теперь эти тычинки необходимо прокрасить. 225 номером масляной пастели. Вот так расправьте тычинки. И нитки у основания прокрашиваем. Слегка, сильно наносить этот цвет не надо, иначе он будет очень пислотным. Наши тычиночки должны иметь легкий такой оттенок, чтобы они не были белыми. Так как тычинки короткие, не длинные, нам буквально понадобится один сантиметр прокрасить. И далее понадобится вот такой цвет масляной пастели. Набираем этот цвет на губку и поверху также прокрашиваем. То есть у нас получается такой салатово-желтоватый оттенок. Эти тычинки у меня изначально шли на такой светло-лимонной нитке, поэтому я уже не буду прокрашивать тем светло-лимонным цветом, а слегка прокрашиваю 225 номером масляной пастели. Можно, кстати, прям мелком взять и кое-где пройтись мелочком. Единственное, что здесь может цвет влечь очень насыщенно, поэтому все равно губкой растушевать надо. И не стремитесь прокрасить каждую ниточку. Тычинки из светлого ореола я буду делать на одном из цветков, поэтому маленькие тычинки прокрашу самим вот этим мелком. Можно этот цвет закрепить акриловым лаком или еще лучше можно просто акриловой краской прокрасить все ваши тычинки. Светло, либо белым цветом слегка с таким желтым оттенком. Давайте примерим наши тычинки. Вот получается, первый слой это будут вот эти прокрашенные в светло-лимонный цвет тычинки. И следующий ряд это черные тычинки. То есть те, которые располагаются сразу возле серединки, они имеют такой светло-зеленый, светло-желтый оттенок. У нас переход не будет ярким. Если вы хотите достаточно яркий переход, так как мы смотрели на фото белые тычинки, конечно, их надо прокрасить белой акриловой краской. Тогда будет вот явный четкий контраст. Теперь вот эти мелкие тычинки мне необходимо проклеить, чтобы они держались вот такой полосочкой. Я их расправляю. Нагрела клей. Тонкой ниточкой клей провожу буквально 2-3 мм ниже головок тычинок. И вот так прижимаю клей. Следите за тем, чтобы клей не был очень разогретый и горячий. Если у вас он сильно разогрелся, то дайте буквально 3 секунды, чтобы он подостыл. Излишки клея срезаю. И вот тут, где клей, я и срезаю наши тычинки. Вот у меня получилась такая полосочка. Наношу клей практически на основание. И подклеиваю наши тычинки. Они должны быть впритык к цветку, впритык, вернее, к серединке. И следующую заготовку точно так же примеряю. Тут еще очень много зависит от диаметра шарика. Если шарик чуть-чуть уже, вот у меня на этот, на вот эту серединку пошло бы четко один пучок. На вот этот понадобится немножко больше. Поэтому я добавлю еще этих тычинок. Вот так. Так плотненько сидят тычиночки первого ряда, те, которые светлые. Я вот, наверное, все-таки их тоже прокрашу. Сейчас вам покажу, как можно сделать их контрастными. То есть можно оставить вот такой вариант. Мне понадобится белая акриловая краска. И вот можно кисточкой вот так эти заготовочки прокрасить. Кстати, получается очень красивый переход цвета. Внизу желтоватый просвечивается. Потом есть вот этот черненький, который потом у нас в следующем ряду проявится больше. И белый сверху. Мне очень нравится, поэтому добавлю еще. На этом и заканчиваем. Оставить просыхать нужно. Дальше будем открывать вот эти большие тычинки. Точно так же их нужно будет собрать. Тут у меня взъерошенный очень пучок, поэтому подтяните. Выровняйте немножко их, чтобы не было сильных перепадов. Они не должны быть очень на таком одинаковом, на одном уровне. Но все-таки, если сильные перепады, если где-то далеко ушла вниз тычинка, то будет не очень красиво. Эти тычинки я уже проклеиваю где-то сантиметр вниз. Клей наношу. Около сантиметра вниз. Точно так же. Прижимаю. Обрезаю под клеем. Тычинки, когда хорошо проклеены, они держатся все вместе. Видите, не опадают. Ну, одна-две может отлететь, конечно. Такое тоже бывает. Вот у меня вот здесь высоко одна тычинка идет, она прям выбивается очень сильно. Я ее могу просто вот так вынять и приложить уже. Расправляю. Промазываю клей. Даю несколько секунд остыть, чтобы не отпечь руки. И прижимаю. Приблизительно высота тычинок полтора сантиметра. Я подклеиваю сразу такими пучками. И здесь уже можно либо слегка поднять тычиночки, чтобы они были немножко выше, либо оставить на тот же уровень. Но так как мы не оставляли их на одном ровном, на одной четкой линии, я советую приподнять эти головки сразу же над белыми. И вот таким образом плотненько приклеивать. Клей можно наносить здесь, но так есть вероятность того, что раз творится клей, они начнут обмыкать, опадать. Можно клей наносить на заготовку. Как вам удобно. Самое главное, это все нужно очень плотно вот так подклеить. Прямо к вашей проволочке. Вот так мы подклеим у меня сейчас. Прямо к вашей проволочке. Продолжение следует...